Добрый день всем тем, кто подключился на наше информационно-обучающее мероприятие, организованное Коалиционным центром Переминистерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич, и мы сегодня с вами поговорим об новых строительных материалах, новых, но уже достаточно себя хорошо зарекомендовавших на ряде объектов. Это полимерные кровельные системы. Мы с вами договаривались о том, что мы будем держать вас в курсе обо всех изменениях по новых материалах, которые применяются при текущем и капитальном ремонте, и считаем необходимым и важным для вас сегодня донести, что ремонт кровли можно осуществлять разными способами, с применением разных материалов. И каждый раз индивидуально, пообъектно, нужно предварительно, как мы с вами уже говорили, подходя к капитальному ремонту, оценить со всех сторон, какой материал использовать, с кем работать, какую подрядную организацию выбирать. Это все возможно при, если это работа капитального характера, при открытии специального счета на свой многоквартирный дом. Мы с вами эту тему уже обсуждали неоднократно на наших обучающих мероприятиях. И напомню, что на официальной страничке Коалюционного центра при Министерстве энергетики и ЖКХ вы можете ознакомиться со всеми теми видеоуроками, которые мы для вас проводили ранее. Если чуть-чуть где-то подзабыли, либо появилась какая-то, ну, необходимость посмотреть вот непосредственно ту узкую тему, которая сегодня вам нужна, открывайте, пожалуйста, по ссылочке Коалюционный центр. Там есть ссылка на обучающие мероприятия на страничку в Ютьюбе, на которой вы можете коротенько, там, за 30 минут ознакомиться с нужной для вас информацией. Огромное хорошее количество просмотров, более 2000 просмотров за август месяц наших информационно-обучающих мероприятий. Мы понимаем, что эта работа востребована, которую мы ведем. И сегодня будем говорить о полимерных материалах. Вот мне тоже будет очень интересно узнать по этому поводу что-то новое. Но, как я вам сказал, здесь очень внимательно нужно всегда подходить к организации работы, что по текущему, что по капитальному ремонту. Я думаю, если смотрят нас или будут смотреть записи представители управляющих компаний, то здесь тоже, безусловно, нужно рассмотреть данный материал, потому что он в рамках текущего ремонта позволяет, в принципе, устранить те недостатки кровельного покрытия без, скажем так, глобальных, серьезных мероприятий. Но я понимаю, что мы смотрим всегда, напоминаю, что мы не забываем. И при необходимости организации капитального ремонта заходим на сайт ЖКХ контроля в центр организации капитального ремонта, где вы можете ознакомиться с информацией по капитальному ремонту, по энергоэффективному капитальному ремонту и так далее. Это мы не забываем, скажем так, куда подсмотреть, прежде чем организовываться. Ну и телефоны, все знаете, 273-33-73. Сейчас я хочу передать коллегам, специалистам, вот как раз научно-производственного объединения, Элитбург, Самара, я так понимаю, достойная компания, имеющая свое производство. Вот у нас сегодня на связи Михаил Сергеевич Гусев, который нам как раз расскажет с точки зрения уже более глубоко, как вот это применение полимерных кровельных систем у нас проходит, как у вас проходит, какая практика есть, в чем его преимущество, может быть, есть какие-то недостатки. Вот по этому поводу хочется поговорить. Давайте, Михаил Сергеевич, мы вас слушаем, вы нас видите, слышите. Я вас вижу, да, добрый день, коллеги, уважаемый Игорь Анатольевич. Спасибо вам за предоставленную возможность пообщаться. Ну, я постараюсь максимально сжато, тезисно, чтобы не отнимать у вас много времени, да, но информативно и понятно. Как раз прям вроде бы и понятно, но в то же время, чтобы люди потом могли вам брать вас, чтобы уже специалисты ваши приехали и предложили. Но я понимаю, что материал, ну, назовем такое, из категории инновационных, разработанных, людям будет, я думаю, однозначно полезно знать эту информацию и пользоваться, использовать ее в работе. Я знаю, что у нас многие интересовались этим. Так что, Михаил Сергеевич, вам слово. Спасибо, Игорь Анатольевич. Ну, я, с вашего позволения, включу демонстрацию экрана. Техника шагнула, слава богу. А, секундочку, прямо сейчас мы презентацию обратно откроем. Вот, все, видно. Есть. Меня зовут Михаил, я директор научно-производственного объединения «Элитбург». Производим мы полимерно-изоляционные материалы, занимаемся этим уже около 10 лет. Производим, ну, флагман нашего предприятия, с чем я хочу вас сегодня познакомить, это полимерная кровельная система «Панзер» и ее серии. То есть «Панзер» – универсальный материал, который ложится на бетон, на металл, на наплавляемую кровлю. С точки зрения текущего ремонта вещь очень полезная, потому что материал на молекулярном уровне проникает в битумную гидроизоляцию и в диффузию входит, то есть варит ее без пропана. То есть метод абсолютно безогневой, продукт однокомпонентный, неприхотливый, очень эффективный. Значит, вот у нас серия «Панзер Классик». Это у нас флагман, мы сейчас, я вам покажу фотографии наших работ, мы делаем все. «Панзер ПРО» – модификация. Это модификация для ремонта ПВХ-мембран в основном, он с повышенными адгезионными свойствами идет. «Глассика ЛАСТ» – это тоже производная «Панзера», только он абсолютно прозрачный, то есть это уже более для частного использования, когда у вас дорогая мягкая черепица, вы не хотите ее менять, но у вас кровля течет, все сейчас дорого, пожалуйста, прозрачный материал. «Панзитерм» – это совместимая история теплоотражающего покрытия и «Панзера». Про теплоотражающие покрытия расскажу чуть позже. Тоже штука очень интересная. Значит, базовый цвет у «Панзера» белый, светоотражающий. Вот хочу по этому поводу сразу сказать по поводу белого цвета. У нас есть партнер, клиент наш, «Пау Рубин». Это военное предприятие, которое находится в Балашихе, в Подмосковье. Они делают «Панзером» уже не одну тысячу квадратных метров, сокращают тем самым расход на кондиционирование. То есть вы когда стоите на белой кровле, она не просто чуть теплая, она ледяная, холодная. То есть мощнейший светоотражающий эффект, 100% устойчивость к ультрафиолету. Продукт, поскольку на растворителях, на органических, там содержится ксилол и тулулол, то есть наносить можно его при температуре от минус 25 до плюс 30 в комфортных условиях. Но самое главное – это сухое основание. То есть первое правило гидроизоляции – это сухое основание, знает каждый. То есть чудес здесь не бывает. Ну, адгезия у нас к бетону 2,5 мегапаскаля, к металлу 2,3, даже на пластик ложится. Эластичность до 300%. У нас есть три вида нанесения продукта. То есть когда мы работаем без межслойного армирования, кило-кило-триста на квадратный метр расходуем продукта, с частичным армированием, когда мы армируем только швы, когда мы укрепляем примыкание, мы укрепляем примыкание и, так сказать, армируем швы строительным бинтом. Все это потом закрываем двумя слоями, тем самым укрепляем. Здесь 1,5-1,7 кг на квадратный метр. И бывают случаи, в основном, когда плачевное состояние у кровли, мы ставим аэраторы кровельные для естественного просушивания, чтобы влага испарялась, и делаем стопроцентное межслойное армирование полиэфирным биотекстилем. То есть это вообще вековая история, пролежит все очень долго. Ну, области применения, ну, на самом деле, очень широкий у нас спектр применения. Мы и кровли делаем, и фундаменты делаем, и межэтажные перекрытия делаем, и все мокрые точки делаем. Ну, так же, как у нас написано в презентации, и под стяжку, и вообще у него социально... Более того, он работает еще как пароизоляция, как клеевой состав работает. Вот есть такой сейчас утеплитель. Много сейчас, кто использует лоджик пир, называется фольгированный. Отлично он к нему липнет, намертво сваривает. То есть бывает много таких зданий, советских именно построек, где у нас толщина плиты 5 миллиметров, куда буриться ничем нельзя. Крыша течет, утеплять ее как-то надо. Тут приходим мы с нашим чудо-панзером, все это дело клеим прямо на него без единого отверстия, так сказать, технологического. Ну, здесь у нас преимущество написано, да, полимерная кронсистема. Я, в принципе, сейчас вкратце вам рассказал, это устойчивость. Диффузия с наплавляемыми покрытиями, он варит ее без пропана. То есть не нужен нам ни газ, ни пропан. Нам не нужны битумные мастики, нам не нужны какие-то суперквалифицированные специалисты. Там, где нужно 4 человека, вернее, 4-5 человек латают кровлю огневым методом, у нас там вдвоем справляются отлично. Сроки выполнения работ. Все происходит быстро. Руку, когда набьете, все происходит быстро. И качественно. Межслойная сушка, там, 12-24 часа. То есть первый слой нанесли в первый день, второй слой во второй. У меня за смену аппаратом безвоздушного распыления два человека тысячу квадратов закрываем за одну смену. Поэтому штука очень хорошая. Состав однокомпонентный, неприхотливый со всем материалом. Ремонтопригодность. Что касается ремонтопригодности, против лома, конечно, нет приема. Но в чем плюс, то что если он есть пробой, то он один пробой, его сразу видно. И отремонтировать этот пробой можно легко и просто взять небольшую баночку, взять кисточку, подняться на крышу, просто подмазать, грубо говоря, двумя слоями. Если пробой большой, то мы латочку делаем из армировочной ткани с полиэфирного геотекстиля. Или серпянка, если есть под рукой для срочного ремонта, тоже подойдет стеклосетка. Золотали ушли дальше. Здесь мы представили сравнительную таблицу нашей полимерной крови системы PANZER. Есть такие полиуретановые еще покрытия, полимочевины двухкомпонентные ПВХ-мембраны, наплавляемые гидроизоляции и битумная мастика. Потом не будем на этом заострять внимание, но если вам будет интересно, мы вам пришлем презентацию, посмотрите. Вот фоторабота, пожалуйста, обратите внимание, до и после. Это Москва, оружейный переулок 15А, центра Москвы. Значит, здесь у нас была кровля вот в таком состоянии. Текли все парапеты, разрушался фасад. Пошагово вам вкратце расскажу, как мы работаем. Значит, поднимаемся на кровлю, обеспыливаем. Вскрываем пузыри, если таковые имеются. Срезаем ненужные фрагменты, уже отслоившиеся с примыканий. Все это дело обеспыливаем путем подметания жесткой щеткой, жесткой щетиной. Никакого там сверхъестественного обеспыливания мы не выполняем. Далее, в этом году мы ввели кальматирующий грунт. Это грунт глубокого промикновения. То есть он заполняет все поры, все открытые и закрытые. Потому что у нас, как правило, в рамках текущего ремонта люди же наплавляют друг на друга слои постоянно. Кальматирующий грунт отлично спаивает внутренние слои между собой. А верхний слой мы закрываем уже нашей полимерной кровельной системой Панзер. Что касается колировки, обратите внимание, он серенький, а парапеты зелененькие. Базовый цвет белый, как я говорил, но по желанию заказчика мы можем колировать Панзер в любой цвет паралу. Либо заказчик может выбрать у нас, воспользоваться нашими цветовыми решениями, которых 22 у нас на заводе. Пойду дальше. Значит, это у нас конкретно вот этот вот объект. Это Октябрьское поле, Москва. Здесь у нас был капитальный ремонт кровли. Здесь мы, я потом, если будет интересно, напишите в комментариях, как там правильно говорить. Или скажите, я покажу вам фотографии более детально этого объекта. Объект очень интересный. 18-этажный дом, и наверху два коттеджа стоят в центре Москвы. Здесь мы делали капитальный ремонт. Здесь мы полностью меняли стяжку, делали разуклонку. Делали по стяжке полимерную кровельную систему Панзера в исполнении цвета литой бетон. Также обратите внимание, здесь очень много фальцевых элементов металлических. То есть это тоже все Панзер. То есть материал универсальный. Обводные балконы на саму стяжку. Везде Панзер. Но здесь мы армировали верхний слой кварцевым песком. Очень интересная штука, когда верхний слой, пока он еще не высох, посыпать кварцевым песком, и получается, знаете, такой полимеробетон. Ну, которая никак не отшелушивается со временем, и вообще прекрасно они взаимодействуют друг с другом, полимеры с кварцевым песком. Ладно, пойдем дальше. Это у нас фрагмент Синомотекса. Дальше он будет. Значит, вот наша стандартная история. Наша стандартная история. Это пятиподъездный многоквартирный дом, хрущевка. Здесь у нас рубероид старый. Много слоев, наплавлены друг на друга. По ощущениям, когда по этой кровле идешь, она как водянистый матрас. Это Щелково, Москва, улица Космедемьянская, 17, корпус 2. Делали мы эту кровлю несколько лет назад. Но здесь мы подошли более, конечно, серьезно, поскольку влагонасыщенный пирог. Вот что получилось. Работа у нас заняла порядка 7 дней. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Вот все парапеты, все примыкания, все коммуникации. Стопроцентная гидроизоляция. Бесшовная технология. Как мы знаем, что все беды на кровлях из-за швов. То есть ты туда хоть золотые листы положи, заклепай, все равно шовчик, водичка, такая стихия. Сами знаете, не мне вам рассказывать, как говорится. Это технология бесшовная, диффузионная. То есть мы с этой задачей справились. Поставили аэраторы. И все прекрасно функционирует, все работает. Далее у нас, ну, это вот демонстрация белого как раз, базовое исполнение. Девятиэтажный дом уже панельный. Обратите внимание, здесь проармированы швы. Дальше покажу чуть-чуть. По поводу гидроизоляционных свойств в панзерах хочу еще заметить, что помимо кровель мы еще делаем бассейны. Люди выливают стяжку. Мы колеруем продукт в голубой цвет. У нас два исполнения голубого цвета есть. Если кому на дачу надо, пожалуйста. Два исполнения голубого цвета. Это голубой и морская волна. Он такой в бирюзу уходит. То есть мощнейшие гидроизоляционные свойства. Лосино-Петровская администрация. Тоже девятиэтажный дом. Здесь заказчик пожелал зеленую крышу ему тоже сделать. Это один и тот же заказчик Щелкова, кстати. Вот эта кровля стоит уже седьмой год. Есть у нас, если интересно, будет видео, пришлем с комиссией. Когда приезжали туда несколько раз замминистра ФКР, замминистра ЖГХ Московской области. Это Мичуринский проспект 26. Тоже Москва. Здесь у нас вот такая вот плитка лежит. У нас в Самаре, по-моему, таких зданий нет. Но тем не менее, расскажу, здесь плитка лежит. И она вся течет. Очень дорогостоящая процедура ее менять. Очень дорогостоящая все это дело демонтировать, куда-то вывозить. Поэтому было принято решение использовать полимерную пробную систему Панго. Здесь, обратите внимание, проблема в том, что здесь швы и влагонасыщенный пирог. Через эти швы выходит вода. Если мы ограничиваем паропроницаемость нашим материалом, то, конечно, как я говорил ранее, золотые листы будут рвать. Водичке надо куда-то выходить. Здесь было принято решение наплавить один слой гидроизоляции для того, чтобы создать хорошее основание для нашего продукта, его привычное, так сказать, основание, его стихию. Сделали, наплавили, все дело запылили. У нас 4 тысячи квадратных метров. 28 декабря 2019 года мы этот объект сдали. Давно уже было дело. Это на металле. Это управ делами президента. Больница клиническая. Тоже в Москве. Да, кстати, вот хочу, почему я все про Москву говорю. Почему-то так звезды складываются над нами, что мы вроде в Самаре, и производство у нас в Самаре. А с Самарой почему-то практически не работаем. Парадокс какой-то. Вот мы поэтому уже очень, как Игорь Анатольевич, очень хотели бы вас, Игорь Анатольевич, попросить, чтобы вы донесли до наших людей, которые у нас здесь работают, живут, управляющие компании. Будет хорошо всем. И жильцам, и управляющим компаниям. И нам. И будет здорово. Игорь Анатольевич, этим и занимаемся как раз. Чтобы люди, многие не знают даже об этом способе, что можно использовать. С учетом короткого времени привести в порядок кровельное покрытие. Однозначно будем дальше, Михаил Сергеевич, заниматься. Пусть люди обращаются. Насколько вот я сейчас вот чуть-чуть прерву моментов возникнов. Вот тоже правильно сказали о том, что производство у нас в Самаре. Значит, следовательно, здесь и доставка быстро. Непосредственно заказчику. Второй момент, насколько я услышал, что вот в самом производстве работ несложно, да, скажем, не нужно использовать такие глубокие-глубокие знания, использовать вот дополнительные какие-то, дополнительное оборудование. Третий момент, что я отметил, что в рамках текущего ремонта даже там председатель Совета МКД с каким-то вот случайным или неслучайным порывом там или как раной кровли может справиться даже единолично. Вот это тоже вот, да, вот я так понимаю, что вот это все это возможно. Интересно. И для ИЖС-ки подходит, для индивидуального жилищного строительства тоже. Да, для ИЖС очень подходит. Ладненько. Михаил Сергеевич, продолжай. Интересно очень. Хорошо. Здесь, значит, мы выполняли работу на металле. Конструктивно очень сложная кровля и неправильно она вообще сделана. Вот лоток вот этот, чтобы гидроизолировать. Ребята в лице Ташира Евростройподряда упарились вообще. То есть у них тепло, что бы они там ни делали. Но Панзер эта проблема решил. Мы, конечно, здесь отлива сделали металлический и сверху все покрасили. Это сэндвич панели. То есть вот так вот это выглядит. Вот эти вот все абсолютно все вот здесь вот. Весь этот лоток правый, весь он тек. Ужасно отвратительно. Обратите внимание еще на коммуникацию. То есть это у нас идет металл. Здесь вообще резина. Да, резина гофрированная. И сэндвич панель. Ну, то есть материал, я про его универсальность хочу подчеркнуть, что ложится он абсолютно на все. Далее, обратите внимание. Вот, кстати, один из немногих объектов нами сделанных в Самаре. Это у нас причал в Царевщине. Бывшего вице-президента РАО ЕС. Значит, здесь причал. У нас Волга, шлюз открывается, вода приходит, бревна, льдины. Понятно. Здесь причал у человека, красивый дом на берегу Волги. Значит, все он тоже испробовал. Вот такая красота у нас получилась. Уже восьмой год стоит. Восьмой год стоит уже. Ну, рекламации не было. Не звонит, ничего не предъявляет. А там дядя такой, он бы все-таки спросил бы с нас, если бы что-то было не так. Вот. Вот такая красота получается. Значит, в агрессивной среде панель себя ведет отлично. Отлично. Самое главное – дать ему высохнуть. И на сухое основание нанести. Если вот эти правила простые соблюсти, то все будет шикарно. Так, далее. Ну, смотри, это у нас… Сейчас, секунду, уменьшу маленечко. Это у нас тоже Балашиха. Хорошо видно? Я вот… Все нормально, да? Просто у меня тут окошко вылезло, да. Значит, это Балашиха, тот же самый заказчик из Балашихи, бывший ФСБшник. Он хочет, чтобы… Почему-то он посчитал, что зеленая крыша с вертолета не будет видно. Поэтому вот у нас такой кейс появился с зелеными кровлями достаточно большой. Это то, о чем я говорил. Дальше вот обратите внимание, это «Номотекс» – городообразующее предприятие в Ульяновской области, Дмитровград. Это говорил я о том, что армирование швов. Да? То есть вот таким образом мы закрепляем швы. Заказчик не всегда идет на то, чтобы использовать стопроцентное межслойное армирование, так как это возрастает, ну, стоимость и расход возрастает. Вот с частичным армированием, когда мы армируем только швы, когда мы армируем только швы, мы используем 1,5-1,7 килограмма на квадратный метр. Когда мы полностью армируемся, повторюсь, 2-2,5 килограмма на квадратный метр. Это достаточно весомая разница. Поэтому в некоторых случаях, когда кровля жесткая, твердая, когда нужно просто защитить и отремонтировать конкретно верхний слой гидроизоляционного покрытия, тогда можно ограничиться только армированием швов, и все будет замечательно. Вот это вот так вот выглядит до-после. Я, с вашего позволения, еще покажу видеоролики, если можно. Да, ну, фотоработы пошли, в общем-то, да. Конечно, Михаил Сергеевич, включая видеоролики, интересно. Мне вот смотреть, я думаю, нашим людям, кто будет подключаться, подключился и кто потом будет смотреть нас в записи, будет интересно посмотреть, вот как это происходит в динамике. Поэтому включаем, Михаил Сергеевич. Вот, ладно, тогда по Панзеру все вроде рассказал. Так, Папа, давай тогда, Папан. Гарантия на капитальный ремонт сколько? Я слышал, да, в 7-8 лет кровля стоит. Все, замечаний нет. Ну, а по договору гарантию какую даете? Мы по договору даем в среднем 5 лет. Если по текущему ремонту, как здесь? Здесь сложнее, я понимаю, давать гарантию. По текущему ремонту, сложно. Либо какие способы? Может быть, приобрести, может быть, отдельно некоторые вот эти вот банки могут? Там председатели активной ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, там советуют. Конечно, могут. Мы вообще за то, чтобы обучить подрядчиков, обучить управляющие компании, чтобы они пользовались нашими материалами здесь, которые мы сделали сами здесь. И, возможно, так сказать, и добрым словом нас вспоминали, и удобно было бы, и было бы вообще все здорово. Вот я так думаю. Зачем использовать? Откуда-то что-то есть. А вот, ну, интересно, самый один из важных моментов. В ценовом диапазоне, вот я понимаю, наверное, все-таки анализ сделали, там, какова стоимость, если применение вот как раз материалов тех, о которых вы говорите, или все-таки по старинке пойти, снять демонтаж, опять же, пойти в два слоя, там, и так далее. Только объективно, действительно объективно, чтобы как оно было? Объективно, вот что, по поводу демонтажа. Обратите внимание, вот здесь вот на верхний угол, да, вот плитка, да, лежит. Вот людям, людям некоторым, вернее всем, наверное, большинству нужно решить проблему вот такую вот с гидроизоляцией мансардного этажа, плитку не снимая, как сделано вот здесь. Но это категорически неправильно. То есть вода, которая остается у панзера и у любого гидроизоляционного материала, вы должны понимать, что очень ограниченная паропроницаемость. Или это не была бы гидроизоляция, да? Конечно, самое первое правило гидроизоляции – это хорошее основание, да? Вот что касается наплавляемых кровель, да, мы можем сверху класть на нее панзер, легко, спокойно функции своем будет выполнять. А вот на капитальных ремонтах, знаете, какую ошибку допускают? Не только по нашей истории, а еще традиционными материалами. Они стяжку залили, сделали разуклонку. И сразу плавят туда гидроизоляцию. А бетон, он набирает свою прочность 25-28 дней. То есть ему нужно дать высохнуть обязательно. Если у нас такой отрезок времени есть, то мы уже прибегаем к капитальным каким-то ремонтам. Если нет, то актируемся на следующей сезоне. Как и всегда, самое важное – это соблюсти порядок производства работ. Желательно, чтобы это было не торопиться нужно. Как мы всем рекомендуем к каждому вопросу в ремонту, тем более капитальному ремонту многоквартирного дома, подходить заранее, обдумывая и применяя все материалы, все варианты каких-то решений у себя на своем объекте. Здесь спешка, как говорится, она никогда не приводила к хорошему результату. Да, торопиться нужно, но торопиться нужно медленно, как говорится, чтобы потихонечку все было качественно и надолго, и серьезно. Николай Сергеевич, продолжаем. Мы малярной работой закрываем общестроительные функции, понимаете? Вот что очень интересно и очень важно. Так, ну это пошла сертификация, ладно, дефтлом у нас есть, конечно же, сертификаты. Дальше прям коротко пробегусь. Также мы производим резиновые краски, это бруин, отлично для фасадов, для подъездов, супер, просто на стены, на дерево, на бетон, на металл, ложится на все, он такой жиденький. Дюрер, универсальный продукт, это вот износостойкая резиновая история, которая покрывается ступенью, плечничные марши, все, что хотите. Вот, кстати, вот площадка нашими материалами сделана, ну подрядчиками они Калда видели на Челюскинсов. В Самаре, кстати, красота, это заказ этого мегафона. Интересно, я почему-то не пойму, пока я пропустил, не видел вживую такую красоту. Я понял, это где пример находится, я знаю, что было до. Челюскинсов, Челюскинсов. Ага, интересно. Это нашими износостойкими покрытиями сделанного. И причем очень много лет назад, ну как много, лет пять назад, наверное. Лет пять назад. Кому интересно, даете, посмотрите. Так, иду дальше прямо сейчас, извините, много времени я у вас отнимаю. Нормально, все хорошо. Это интересно. Так же смотрите, резиновую краску, про которую я говорил ранее, Бруин, да, вот, пожалуйста, в школах, в спортплощадке тоже наши. В Тольятти, может, ездили по зеленой зоне, видели там вот эти домики желтенькие. Тоже наша работа. Вот, ну предприятия различные, понятно, дальше я сейчас дойду до них. Дальше пошли уже более сложные продукты. Это полиуретановые продукты. Эту историю мы производим на контрактных условиях в Москве. Это полимерные полы, эпоксидные полы. Это, наверное, применение, скорее всего, в каких-то производственных объектах, да? Да, это производственные объекты, это офисные центры, да, это различные огнезащитные составы, это торговые центры, в основном объекты общего пользования. Абсолютно все металлоконструкции должны быть в огнезащитном составе. Вот, поэтому тоже ее мы умеем делать, но поскольку, ну, так сказать, в сезон мы ударяемся конкретно в кровли и делаем кровли, много делаем кровли. Термолюкс – теплоотражающее покрытие, жидкая теплоизоляция. Я считаю, что эта дискуссия вообще отдельно, нужно в отдельную положить, так сказать, если получится, мы с вами поговорим об этом в следующий раз. В ее состав входят микрокерамические сферы с разряженным воздухом внутри, которые не пропускают тепло, не выпускают холод. Я бы вам показал эксперимент с утюгом, с вашего позволения, но чуть позже. Ну, вот так выглядят полимерные полы наши. Вот они с чипсами бывают, эпоксидные, полиуретановые, для операционных, антистатические, для различных электротехнических предприятий. Такая вот история тоже очень-очень классная. Смотрите, как вот у нас есть лак износостойкий, по которому БелАЗа ездит. Мне вот эта вся история нравится, что у вас не одно направление, что работает компания по разным направлениям. Оказывается. Достаточно долгое время чувствует себя уже уверенно на рынке. Немножко мало объектов, но есть все-таки объекты по территории Самарской области. О том, что зашли работать, и работаете уже достаточно долго и всерьез развиваются. Вот колер, да, вижу. Михаил Сергеевич, продолжаем. Да, продолжаю. Включаю видео. Конечно, о том, что о нас не знают, это в большей степени и наша эта ошибка. Мы особо не рекламируемся. Мы вот по сарафану работаем, так сказать, и счастливы, в общем. Презентацию, пожалуйста, пришлите тоже в наш адрес, чтобы мы могли вот так вот по запросу людям направлять, те, которые заинтересуются по Центру Организации Капитального Ремонта. И напрямую, Михаил Сергеевич, как вас найти? Где-то они, может быть, кто-то свяжется через ЖКХ-контроль, а кто-то и напрямую хочет связаться. По каким контактам? У нас контакты есть в презентации, пожалуйста. А у меня вопрос такой маленький. У людей, которые нас слушают, у них вопросов нет никаких? Может, кто-то хочет задать? Ну вот вопросы в чат. Пока тишина. Многие, наверное, обдумывают данную систему, думают над этим. У нас бывают вопросы. Бывает, потом положим трубочку и звонят мне лично. Некоторые в эфир все-таки не хотят выходить. Но это, Михаил Сергеевич, это уже работа такая. Делал технику, людям дадим исчерпывающие ответы. Мы тоже камеры стесняют. Да. Михаил Сергеевич, мне сегодня понравилось все. Спасибо. Однозначно мы будем прикладывать усилия, чтобы наши самарские производственники находили рынки сбыта на территории Самарской области. Но это, безусловно, в первую очередь. Я думаю, что если бы мы, сразу же могу сказать, если бы этот материал был бы некачественным, он проявлял себя нехорошо, уверен, что в Москве и Московской области его бы точно не применяли. Потому что там вопрос денег стоит вторым. Первый вопрос качества стоит. Насколько я услышал, что, в принципе, это конкурентоспособный материал с другими способами, даже имеет несколько ряд преимуществ по этому поводу. Михаил Сергеевич, будем прикладывать все усилия, чтобы собственники наши знали об этом материале и его рассматривали среди прочих как раз при производстве работ. Вам сегодня спасибо огромное. Было качественно проведенный с вами диалог. Все доходчиво и понятно. И договорились, что до новых встреч. До новых встреч, Игорь Анатольевич. Коллеги, спасибо. Всем до свидания. До свидания.